Ура-а-а! Меня зовут Алена, у меня зеленый пояс, наверно одним из главных основных вопросов для спортсменов, которые выступают в соревнованиях где-то более еще, это вопрос о мотивации. Как смотивировать себя, как не задаваться Убийца на концерте. В материальных вещах, в чем-то еще. Нужно прежде всего быть честным перед самим собой, выходить на бой, выкладываться в полную силу. Не жалеть себя, и тогда результат не доставит себя ждать. Выступить достойно, поддержать свою сборную, помочь своей стране. Я понимаю, у меня был простой определенный несколько лет, я не выступал активно, но сейчас я чувствую в себе силы. Может быть я немножко передохнул, как раз была вот эта пауза, с пользой проведена. И сейчас немножко проголодался по соревнованиям. И надеюсь, что получится достойно представить и сборную, и может быть полезно выступить для страны. Уже не то, что для себя, наверное, а для близких не людей. Для семьи, для мамы, для семьи, для жены, для сестры и так далее. Отец у меня умер в 2016 году, он много мне дал, и может быть... Я хотел сдавать на данные. За полгода примерно до теста надо было подавать списки на претендентов. И, соответственно, я сказал своему бронщику, бронщику Толхотину, я говорю, сыпай, я хочу... Он тогда сыпай еще был, я хочу сдавать на черный пояс. Он мне сказал одно условие, при которых он мне позволит сдавать на черный пояс. Если ты выиграешь, чемпионом России станешь, поедешь сдавать. Ну и вот, в принципе, для меня это был такой вызов. Я поехал на чемпионат России, на первенство России в Иркутск. И стал чемпионом России. И еще был признан лучшим бойцом турнира. И это было, я помню, в декабре месяце. Призы хорошие были на тот момент. Телевизор мне дали и CD-плеер. Чтобы вы понимали, сейчас CD-плеер это ни о чем. А в тот момент это было... Ой-ой-ой. Сейчас MP3-плееры вот такие вот все маленькие. А тогда CD-плеер с катушкой, все дела. Я тогда, для меня турнир сложился непростым. У меня был очень тяжелый бой в полуфинале. Я выиграл Капанадзе Гадерзель. Если знаете такого бойца знаменитого. Вот, у нас было два времени мы дрались. Я не знаю, что мне помогло выиграть. Но в первом времени он мне очень жестко зацепил печень. Где-то в каком-то размене. И я не знаю уж, как мне удалось не показать это. Но я не мог дышать еще несколько секунд. Там 5-10. И хорошо, что он взял паузу в этот момент. Я как-то перетерпел. И в первое время нам дали ничью. И дополнительно уже удалось по активности выиграть. Вот как для меня такой очень непростой турнир был. В финале уже я парня на Вазаре выиграл. Тоже я пробил его. Ну и мне удалось стать чемпионом. Ну и соответственно заработать себе право выйти на данный тест. В 17 лет. В 17 лет я успешно сдал. Сама подготовка заключалась больше в техническом плане, наверное. Но у меня никогда, я скажу так, что у меня никогда не было проблем с техникой, с какой-то, с ката. Я, мне это давалось относительно легко. Память позволяла мне запомнить практически все ката. Ну на тот момент я все ката знал. Сейчас я все ката абсолютно знаю. А еще раз повторюсь, что физически я был тогда уже готов. То есть мне позволяла моя... И проиграл во втором бою нокаутом. Нокаут у меня Кайтеном Игорь Фитков. Слышанный, может быть, такой боец тоже. Наш знаменитый, заслуженный мастер спорта. Вот он меня с вертушки в падении уронил. Ну у меня просто погас свет. Я упал. Я не понял, что произошло. У меня попал в висок. И после этого, после этого поражения, я начал учить этот удар. Я начал учить, как он делается. Я начал там кувыркаться, пробовать, там то делать, это делать. И у меня буквально после этих соревнований был какой-то промежуток времени, полгода, год. И у меня порядка там пяти боев. Там не знаю, скольких, могу соврать. И я заканчивал на этот удар. То есть мне, по сути, Игорь, можно сказать, помог. Да? То есть зажег во мне идею, над чем надо поработать. Сделал потушение. Он, да, ну то есть поражения, они даются нам не просто так. Они не даются для того, чтобы ты загнал себя в угол и говорил, какой я неудачник. Они дают для вас, это как урок в жизни. Да? Поэтому киукушины воспитывает поведение в бойце, уважение к сопернику. Даже если он вас пробивает, он указывает на ваши недочеты, на ваши слабые места, над которыми нужно работать. И в том числе, вот для меня тогда это был урок. И я из него изъял то, что мне нужно. И пошел дальше. Вот. И вам на будущее желаю, чтобы вы, если попадете в подобные ситуации, вы делали правильные выводы. Хорошо? Хорошо. Так же, ну вот, то, что я вам рассказывал на тренировке, да, на одной из тренировок, когда мне пробили ногу на соревнованиях, когда мне было очень больно, и самим перед собой мне было очень стрёмно, когда мне пробили ногу, я начал набиваться, набиваться до покраснения, до синяков. Чтобы больше этого не повторилось. И для меня тогда это тоже один из уроков был. Я набился, и буквально через полгода, через год я стал чемпионом России. Я до сих пор, чемпионом России стать, это очень сложно. Особенно в наше время, когда очень, уровень чемпионатов очень сложный. Я чемпионом России был только однажды, в 2011 году. Так что, вот такие вот были у меня моменты в карьере. Еще что-то хотелось. В сборную и напрямую. Я был запасным спортсменом. Я поехал на сборы в Геленджик. Я помню, вешал 87 килограмм. В конце сбора в Геленджике, приехав домой, я взвешался, был 79,9. Я очень похудел. Для меня это были первые сборы такие. Несколько слов вот так рассказать. Мы живем здесь в корпусах. А там ты три недели, даже больше, там 25 дней были сборы. Ты живешь в своей палатке. Кушаем мы на костре, что приготовим, тренируемся. А тренировки это что? Это лазание на деревьях. Это между деревьями вешаются веревки специальные. Ты залазишь на эти веревки, надеваешь страховку. И всяческого рода существуют упражнения на этих веревках. Это одна из тренировок. Потом, чтобы добраться до своей базы, нужно 30 минут идти по берегу. Потом пешком зайти в эту гору. Ты уже весь потный. Но это испытание было ураганта. Перед третьим днем турнира я разговариваю по телефону с отцом. Он говорит, ну что, как настроение, там туда-сюда. Я говорю, ну ничего, завтра буду лечь и выигрывать. Он говорит, ну все, молодец. Все, там это, давай, давай, настраивайся. Третий день просыпаюсь. А, там еще момент был с битсадзе. Битсадзе мне попадает с правой колена внутренней лоу. И выводит меня из равновесия. Я падаю. И у меня заболела нога правая. Помимо левого моего колена, у меня правая заболела. Я прихожу к врачу сборной. Врач делает там физиотерапию на правое колено. И заходит лечик Курбанов. Перед нашим боем. За день до боя. Он говорит, что завтра с тобой беремся. Я говорю, ну да. Ну все, давай. Я говорю, окей. Нет, я сижу, держу на правом колене этот магнит. Он такой, окей. Я потом пересматриваю бой. И вижу, что он бьет только по правой ноге. Ну может быть он на самом деле не хотел голову там что-то травмировать. Пожалел, да, в какой-то момент. Не стал бить. Но в ногу бил он только вправо. Если вот так вот посмотрите бой, можно на это заметить. Но у меня она как бы не настолько сильно болела, насколько болела левая нога. И я на третий день просыпаюсь. Мне говорят врачи, типа, там тебе надо что-то будет обезболивающее какое-нибудь. Будешь кушать? Я говорю, да нет. Я как-то себя хорошо чувствовал. Я выспался. Я был готов к бою. Но у меня была немножко другая тактика. Я думал, сейчас выходим, короче, на тамишеваре. А третий день всегда начинается с тамишеваря. Сейчас лечо наверняка будет много досок ставить. Не сломает в какой-то момент. А я его как бы перебью, перещеголяю. Ставим первое упражнение. Я ставлю сейкин пять досок, он семь. Я пять досок не ломаю. Он семь досок ломает. Я такой думаю, нифига я в погоде пошел. Но для него это тамишеваре было вообще сумасшедший результат. Тридцать одна доска. Он семь кулаком, девять ногой, девять локтем и шесть шуток. Хотя мог еще больше наверняка сломать. Для меня, конечно, я вот рядом сидел, когда он ломал этот бель. Он красавец. Он реально супер. Такой уровень бойца. Но у него тоже, у него кулаки, такие кисти, такие предсвечья. Он реально очень много ломает. Для меня он как был таким показателем в тамишеваре, за кем нужно стремиться. И я в своем потом, мне удалось поставить рекорд в тамишеваре. Тридцать четыре доски я в Америке, в Нью-Йорке поставил. Я сломал шесть кулаком, десять ногой, одиннадцать локтем и семь шуток. И таким образом я поставил рекорд. Возвращаясь к бою, на бой я говорю, я выспался хорошо. Я выхожу на бой. Сэнсэй мне сказал, ты не переживаешь, все нормально, делись. Все, покажи все на что ты способен. Все, не грузись, не пальцы. И все, и так вышло. И в какой-то момент я думаю, блин, где-то Кайтен может быть пройдет. Кайтен пройдет. Бах, бах, дерусь. Кайтен крутанул. Ну и не прошел Кайтен. Ну получается, мы в размене деремся. Но я смотрю, он как бы, ну бьет плотно, плотно, сильно бьет. Да, но в голову практически не бьет. Один раз он Кияги махнул, очень быстро, я не знаю, я кое-как голову убрал свою. И так получилось, в конце, там несколько секунд уже остается. Он идет на меня. Получается, я бью лоус с левой ноги. Он делает, по-моему, блок, идет вперед. И я начинаю движение левой ногой, как будто буду бить лоу. И начинаю бить правой ногой. И он, получается, свою левую ногу идет сбоку на меня и опускает левую руку. И как раз в этот момент я попал в голову. Ну и получается, он немножко зевнул и упал. Вот такой момент у меня был в карьере. Конечно, это для меня был, наверное, ключевым таким скачком в жизни, в спортивной жизни. И этот нокаут реально все помнят. И в том году мне дали премию нокаут года. Мне было очень приятно, естественно. Мы с Лечи в отличных отношениях. Мы общаемся, созваниваемся. У нас мог пройти еще бой. Я своим ребятам на Кузнецке говорю, но они меня часто мимо ушей это все проходит. Смотрите видео старых боев в Киукушинкай. Старых чемпионатов. Обучающие видео мастеров в Киукушинкай. Таких как Риуна Рушима, Хитоши Кияма, многие-многие. Канчо Мацуи, Энди Хук, про которого я сегодня говорил. Как Ата бьет, как я не знаю кто. Вот посмотрите, посмотрите внимательно. Найдите время свое драгоценное. Не в телефонах посидеть. А вот эти вот чемпионаты посмотрите. Это очень вдохновляет, это закаляет. Я не знаю, вот я когда молодой был, я пересматривал эти кассеты. У меня реально мурашки по коже шли. От чего? Даже не от каких-то технических действий. И от них тоже. От силы духа тех бойцов, когда ты видишь, что человек проигрывает, смотрится слабее, хуже. Но в какой-то момент он возрождается, как феникс из пепла и начинает побеждать. Вот это круто. Как, я не знаю, как боевик какой-то посмотрел с боями. Когда один второго убивает, тот умирает, но не умер в итоге. А воскрес и еще и нокаутировал там, да, какой-нибудь ван-дам там верхушкой из последних сил. Вот примерно, вот у меня примерно похожие эмоции вызывали вот те бои и те поединки. Когда я смотрел вот своего сенсея Шумина, когда на кубках Аяма он дрался. Единственное, кто вот с Новокузнецка смог добиться там высоких результатов. Я считаю, что четырехкратным призером кубка Аяма стать это дорогого стоит. Он был, он занимал второе, третье, четвертое, пятое место. Ну это было круто, реально. Я как бы горжусь своим сенсеем и всегда пример привожу. И для нас он реально был таким авторитетом в карате. И мы на него равнялись. Он был очень сильный и духом, и физически сильный. И говорю, что он первый, кто на чемпионат мира поехал, призером стал. На Кубке мира на весовом четвертое место занял. И мы благодаря нему очень выросли. Благодаря, может быть, мне сейчас новое поколение там возрастает. Дай бог, чтобы у вас какие-то успехи начинали приходить. Но хочу также пожелать, ну не только, да, видео уроки смотреть, а стараться ездить на различные семинары, на различные сборы, в другие области, в другие города, в другие страны, если это есть возможность. Там набираться опыта, смотреть на мастеровки с других городов, стран. Обязательно. Потому что в своей деревне это все хорошо, когда привезли мастера, мастер показал. Но мастер показал, вы это как бы мимо ушей многие пропустили и забыли. А когда вы приезжаете сами в какие-либо другие города на сборы, проводите еще больше времени там, да, вы это больше, вы это лучше уже впитываете. Вот я, вот взять меня, допустим, я съездил в Геленджик в 2007 году. Для меня это огромный скачок был, огромный. Вот я съездил, я был никто, по большому счету. Приехал со сборов, поехал готовиться со сборной России на чемпионат мира, выиграл Летчику Урбанову. Ну это такой, я не знаю, во сне не приснится. Правильно? Поэтому вот таких вот несколько пожеланий. Ну и естественно, без труда не выловишь рыбку из труда. Вы это сами должны понимать, что любой успех, он на что-то крепится. Не просто так он по щучьему велению достигается. Вы должны понимать, что вы огромное усилие приложили к этому успеху. Вы в психологическом уверении. А если вы будете, естественно, настраивать себя психологически, что, блин, вот этот соперник больше меня, сильнее меня, мне тяжело будет с ним, вам очень будет сложно пойти по жизни, перед какими-либо трудностями. Вы должны себе ставить высокие цели и не сдаваться перед ними. Не попробовать себя в китбоксе. Мне говорили, да нафиг мне это надо. А мне что-то, блин, там призовые хорошие были. Там 2006 год, что-то около 100 тысяч рублей за первое место давали. А мне пацан молодой, мне 20 лет захотелось там машину, да. И я такой, надо выступить. Я говорю, а что там, говорю, там так и так. Ну, он меня там единственное, наверное, из там дуисского окружения поддержал. Говорит, ну, давай, все, я сейчас пойдем в школу бокса, будем боксировать, там руки ставить и так далее. Я говорю, все, окей. Турнир проходил в течение месяца, каждую неделю по бою. Получилась восьмерка бойцов. Сначала в первую неделю четыре боя, во вторую неделю четыре боя, в третью неделю четыре боя. И последние, получается, полуфиналы и финал бои. Ну, вот получилось, первый четверть финала я выигрываю. Неделю отдыхаю. О, в шестнадцать бойцов было. В шестнадцать бойцов было. В шестнадцать, за выход в четверть финал я выигрываю. Бойца с, что скажу, с Красноярска, рукопашника. Выигрываю рукопашника. Следующий бой у меня с тайским боксером из Прокопьевска. У нас в Прокопьевске очень сильная школа тайского бокса. Я выигрываю его в четверть финале. Затем в полуфинале, уже в последний финальный день, я встречаюсь с призером чемпионата мира по тайскому боксу. Мы деремся с ним три раунда. Дают нам ничейный бой. Дают дополнительное время. Я в дополнительное время по итогам дополнилась и выигрываю его. Следующий полуфинал длится примерно секунд 15-20. Чувак тайский боксер из Прокопьевска нокаутирует своего оппонента. И мне говорят, ну все, финал надо выходить. А я буквально только с боя пришел. Ну, придется выходить. Я выхожу, провожу три раунда и выигрываю по очкам этого тайского боксера. И занимаю первое место в турнире. Вот такой был тяжелый опыт, где Киркушиновские, такая закалка, терпение мне помогли. Реально. Я тогда забрал приз вот этот денежный и купил там себе первый автомобиль ВАЗ-2108. Вот такая вот у меня была история в плане выйти из зоны комфорта, да. Выйти из своих правил и подраться по правилам кикбоксинга. Также я еще однажды дрался в 2012 году по кикбоксингу, чемпионат Сибири был. Я провел два боя, стал чемпионом Сибири. И у меня тренер по кикбоксингу говорит, ну, все нишняк, у тебя все хорошо, поехали типа на Россию. Я говорю, нет, я чувствую, ну, у меня рук еще недостаточно для бокса. Именно рук, голову, головы, чтобы бить все правильно. Я говорю, не могу по времени. Ну, и до сих пор я к ним боксинг не вернулся, хотя иногда хочется так дернуться, отдаться, немножко побоксировать, там, то поделать, это поделать. Но я понимаю, что сейчас может быть и поздно, ну, хотя никогда ничего не поздно. Можно, в принципе, это проделать. Ну, пока не вижу, не то, что желание, не вижу смысла в этом деле. Ради денег, ну, уже, как бы, не то, что я заработаю, я заработать смогу другому грустно, чем подставлять голову. Да, можно, там, может быть, даже больше денег заработать, какие-то боялись, можно хорошо заработать. Но это сейчас я, как бы, не вижу смысла. Может быть, когда-нибудь позже и придется это сделать, не знаю, но пока что не хочу. Мне бы хотелось вас поблагодарить за активное участие в Ассоциации наблюдения летних учебно-педагогических сборов в Республике Казахстан. Наше большое спасибо, ребят. Давайте скажем дружно, с усыней, наше спасибо. ОС! ОС! Спасибо! Спасибо! ОС! Еще раз! Спасибо! Ребят, вам большое спасибо за приглашение. Сумай, вам отдельное благодарность за это приглашение. Я надеюсь, наши сборы были полезны для всех. Что-то вы для себя взяли. И, надеюсь, в будущем будете использовать не только какие-то физические навыки, связки, удары, но и те моменты, про которые вы сегодня беседовали. Что-то в жизни возьмете. В жизнь свою возьмете. Хорошо? ОС! Хочу сказать, что вам есть много над чем работать. У вас куча ошибок в ката. Куча ошибок в кихоне. Так что еще киокушин для вас не постигнут ни в коем случае. Еще много-много над чем можно расти. Так что давайте, тренируйтесь больше, чем спите, как говорил Мустат Саям. ОС! ОС! Спасибо! Спасибо! Вот так вот ребятишки выклянчивают себе автограф на майку. ОС! А? Кому еще? ОС! 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 О! 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 Спасибо! Все! Теперь у меня есть автограф в конце. Вот руки дрожат. Да ладно? Я��� Ho! Субтитры сделал DimaTorzok